Вы смотрите программу «Утро в Петербурге». Мы продолжаем присоединять, скорее всего, самое интересное только в нашем прямом эфире. Друзья, у отечественной науки появился свой талисман. Его выбор был непростым. Из всех присланных заявок, а их было около полутора тысяч, волонтёры и эксперты отобрали топ-40. Затем было организовано всероссийское онлайн-голосование, где нужно было определить только пять лучших работ. Главного же победителя выбирала профессиональная жюри. Символом десятилетия науки и технологий стал код «Сириус». Учёного Мурлыку представили научному сообществу на третьем конгрессе молодых учёных. Все подробности о выбранном талисмании, масштабной встрече научного сообщества России, которая прошла в Сочи, поговорим с нашим гостем на прямой видеосвязи со студией Глеб Фёдоров, главный продюсер автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Доброе утро. Здравствуйте. Рады вас видеть. Доброе утро, Ксения. Доброе утро, Василий. Глеб, талисманом десятилетия, как мы уже сказали, о десятилетии науки и технологий выбран код «Сириус». Расскажите немножко об этом герое, что о нём известно, откуда он? Известно, что его зовут «Сириус» в честь самой яркой звезды на небосклоне. И такое интересное совпадение, что представлен он был на территории университета «Сириус», где третий год подряд проходит конгресс молодых учёных. Автор «Талисмана» Дарья Смирнова, дизайнер из Москвы, рассказала, что «Сириус» — это исследователь-экспериментатор, очень любопытный, талантливый и энергичный молодой учёный. Глеб, а в чём была сложность выбора? Ну и какие были, может быть, соперники у «Сириуса»? В соперниках у «Сириуса» было, как вы сказали, больше полутора тысячи заявок со всей страны. Собственно, наверное, в этом была и самая большая сложность, потому что это был действительно всероссийский открытый конкурс, где участвовали все регионы. И по мере голосования можно было видеть, как то один вырывается вперёд, то второй. В топ-5 вошёл учёный-ворон Рутений, тоже из Москвы, мудрый Суслик из Челябинской области, необычный парный талисман «Медведи» Миша и Надя из Камчатки и робот-наумка из Мордовии. Но когда дело дошло до Координационного совета, в общем, жарких споров уже не было, потому что, очевидно, по голосованию народному победил «Сириус». Мне кажется, все герои очень милые и абсолютно точно достойны занять своё место в нашей «Сириусе». Друзья, мы ещё раз просто напомним нашим телезрителям, что в России 2022-2031 годы указом президента страны объявлены десятилетием науки и технологий. И вот как раз-таки код «Сириус» будет талисманом. Глеб, вопрос к вам. Скажите, вот какие цели поставлены и какие задачи необходимо будет решить за этот временной отрезок времени? Цели масштабные. Боюсь, что всего десятилетия не хватит, нам придётся продолжать. Но шутки шутками, уже что-то сдвигается с места. Ну, во-первых, задача первая – показать детям и их родителям, что быть учёным – это классно, круто и очень престижно. И для этого действует целый ряд инициатив, о которых поговорим ещё чуть позже. Во-вторых, задача – вовлечь учёных в решение глобальных проблем общества, ну и сделать самих учёных, в том числе молодых, известными. И вот, например, к конгрессу молодых учёных мы вместе с Овцомом провели очередное социсследование. Оказалось, что в топ-10 самых узнаваемых учёных теперь входят не только маститые имена, но и три молодых учёных – это Алексей Фёдоров, Максим Никитин и Никита Башнин. То есть это такой один из первых заметных результатов всероссийских десятилетий науки и технологий. Молодых учёных стали снова узнавать. Ну, вернее, не снова, а стали узнавать. А вот, кстати, как раз-таки о молодёжи. В сентябрьском интервью нашей программе вы сказали, что в этом году планируется открытие пяти специальных именно детских площадок. Вот скажите, что за площадки, как они смогут именно мотивировать подрастающее поколение стать молодыми уже учёными? Ну, это площадки, которые позволяют детям прикоснуться к науке, поиграть с акустикой, с выработкой электричества, посмотреть на какие-то, ну, скажем так, те опыты физические, не только которые можно повторить на детской площадке. Мы думали, что откроем пять площадок, но на самом деле открыли уже семь в Краснодарском крае, в Сочи, в две в Янао, одна из них в Салихарде, кстати, в посёлке Соснова Ленинградской области тоже открыли, а ещё в Жуковском и в Симферополе. На 2024 год запланировано ещё 30. То есть предполагается, что не только дети, которые играют на площадке, прикоснутся к науке, но и родители, потому что там есть специальные даже QR-коды на материалы по науке. То есть пока ребёнок играет, родители могут ещё даже что-то почитать. Вот. И причём эти площадки абсолютно разные по тематике. Вот в Жуковском она установлена недалеко от ЦАГе и посвящена авиации. Там даже есть, ну, скажем так, макет, макет и самолёта, и кабины пилота. Ну, то, что можно повторить на детской площадке. Так что... Здорово. Дай бог, чтобы эти площадки масштабировались по всей стране. Чтобы их было больше, больше и больше. Да, мы работаем в этом направлении. Глеб, мы вас благодарим. Спасибо большое. На прямой видеосвязи с нашей студией был Глеб Фёдоров, главный продюсер автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты». Всегда рады видеть в эфире. И действительно про науку, тем более про молодёжь в науке, готовы разговаривать круглые сутки. Согласна. Есть что показать. До новых встреч. До новых встреч. До свидания.